Варшавский университет Варшавский университет Математика в главной варшавской школе была весьма на среднем уровне. Преподавали там в основном выпускники европейских университетов, прежде всего Краковского. Из тех, кто получил образование в российских университетах, можно отметить только выпускника Петербургского университета Никодима Пенчарского. А потом, наступил 1869 год, было принято решение главную варшавскую школу закрыть и организовать уже Варшавский императорский университет, устав которого оказался даже более жестким, чем уставы российских университетов. Были сокращены права, связанные с выборностью, были сокращены условия автономности учебного заведения, но при этом была весьма серьезная материальная база, была создана великолепная библиотека, функционировал мумизматический кабинет, музей, астрономическая обсерватория. Преподавали поначалу те же самые математики, которые работали в главной варшавской школе. Однако в 70-е годы возникает ситуация, когда в Варшаву начинают приезжать выпускники других российских университетов. Появляется выпускник Харьковского университета Михаил Андреевский. В 1871 году профессором университета становится Николай Алексеев, который был известен как автор одного из лучших учебников по интегральному исчислению. Будет фрагмент, будет период времени, когда он будет возглавлять физико-математический факультет. Потом приезжает Василий Анисимов, выпускник Московского университета. Из Московского университета также приезжает Николай Яковлевич Сонин. К тому времени уже один из самых известных математиков России. Он будет деканом физмата в 1885-1891 годах. Потом будет исполнять обязанности ректора. Но вот с фигурой Сонина ситуация весьма неоднозначная. Он был очень жестким проводником имперской политики. Поэтому усложнение отношений между польскими и русскоязычными учеными, между польскими и русскими, не только математиками, но и представителями разных наук, в какой-то степени приписывают его деятельности. Воспоминания о его деятельности в университете весьма неоднозначны. Важную роль в том, что университет начинает постепенно занимать одно из ведущих мест, как учебное заведение с крепкой математической школой, сыграл Павел Осипович Сомов, сын известного российского математика Осипа Ивановича Сомова, одного из органесоздателей Петербургской математической школы, и Николай Николаевич Зинин, сын известнейшего российского химика. С этим человеком мы еще встретимся сегодня. Ну и очень любопытна роль не только в Варшавском университете, но и вообще в математических кругах Варшавы, роль Георгия Федосеевича Воронова, человека, который, с одной стороны, повторяю, работал и в Варшавском университете, и в Варшавском политехническом институте, и его научная работа, его научное творчество являются примером, как раз опровергающим многие предположения далеких от математики людей, о том, что те, кто занимаются особенно чистой математикой, а Вараной занимался многомерными пространствами, так вот, что они работают исключительно из интереса, создают какие-то красивые вещи, которыми занимаются сами для себя. Вот обратите внимание, что результаты, которые были получены Вараным в начале 20 века, повторяю, абсолютно абстрактные результаты, в полной мере оказались необходимыми именно в 21 веке. Вы видите области деятельности, области науки, в которых эти результаты играют сегодня чрезвычайно важную роль. В 1899 году в Варшаву приезжает выпускник Петербургского университета Дмитрий Дмитриевич Мордухай-Болтовской, собственно говоря, с именем которого мы связываем прежде всего Ростовскую математическую школу. Ссылка на слайде – это видео-версия доклада, полностью посвященного Дмитрию Дмитриевичу. Сам Мордухай-Болтовской был выходцем из древнего дворянского рода. Генеалогическое древо этой семьи ведется с XVII века, а сам Мордухай-Болтовской в своих исторических исследованиях добрался до предков XII века, до ордынского вельможи Кутлубога. Отцом Мордухая-Болтовского был достаточно известный в России видный инженер системы путей сообщения. Он, Дмитрий Петрович, возглавлял управление Уральской горнозаводской и Привистинской железной дороги. Они жили в Петербурге, в основном в своем доме на углу рыночной площади Солянова переулка. И после окончания первой классической гимназии в 1894 году Дмитрий Мордухай-Болтовской поступает на первый курс самой физико-математического факультета Петербургского университета. Это, наверное, было время расцвета знаменитой петербургской школы, которую прежде всего связывают с именем Пафнутия Львовича Чебышова. Вы видите курсы, которые он слышал, вы видите портреты математиков, которые вели эти курсы. Сам он себя всегда относил к Чебышовской школе, с глубокой благодарностью вспоминал своих учителей, которые, по его образному выражению, жили под солнцем Чебышова. Считал себя внуком Пафнутия Львовича с научной точки зрения. Ну и получается, что все мы в каком-то смысле связаны именно с Петербургской школой. Я еще думаю, по этому поводу к этой теме сегодня вернусь. В письмах Мардуха и Болтовского к сыну, написанных уже в 30-е годы и позже, встречается много интересных моментов, связанных с особенностями обучения, с его методами работы. Он отмечал, что в стремлении к широте знаний можно зарваться при всех моих широких вкусах в бытной свою в университете, начиная со второго курса. Я вынужден был сильно себя сократить, превратившись только в математика. Мое философское образование получено главным образом по окончании университета в 1898-1908 годах. И еще один интересный момент, обратите внимание, что в основном речь идет о лекционных курсах. Вот после окончания университета он был удостоен диплома первой степени со всеми правами и привилегиями, это высшая оценка того времени. Ему предлагали остаться при университете для подготовки, для приготовления к профессорскому званию. Эта формулировка соответствовала организации, примерно напоминающей нашу сегодняшнюю аспирантуру. Но это было без стипендий. А у Дмитрия Дмитриевича было еще пять братьев. И даже вполне солидной зарплаты инженера в железнодорожной системе путей сообщения явно не хватало, чтобы обеспечить всю эту многочисленную команду. Поэтому Мордухай Болтовской принимает предложения Константина Александровича Поссы и Андрея Андреевича Маркова, которых он считал своими крестными отцами в науке, и отправляется в Варшаву. Становится, если смотреть на официальную формулировку, штатным преподавателем с функциями ассистента при Воронум. Правда, пока в Варшавском политехническом институте. И вот я обращала внимание, что университетские курсы в основном были лекционными. Это первая серьезная проблема, с которой пришлось столкнуться Дмитрию Дмитриевичу в Варшаве. Поскольку политехнический институт, здесь максимальное внимание уделяется практическим занятиям, а вчерашний студент даже не очень представляет, как это организуется. Ему пришлось не только подбирать материал для занятий, но и продумывать методику проведения этих занятий. И надо сказать, что он блестяще справляется с этой ситуацией. Уже в 1904 году выходят два его литографические, литографическим способом выходят два сборника на русском и на польском языке, два учебных пособия по математическому анализу, очень любопытные по своей структуре, сопровождающиеся рекомендациями, как проводить занятия. Дело в том, что он с первых дней своей работы был уверен в том, что студент под руководством преподавателя изучает не только теории, то есть основные понятия теоремы с их доказательствами, но обучается самостоятельно решать задачи, то есть изучает и практическую сторону науки. А ассистент, который ведет занятия при этом, не только учит, но и учится сам. Учится в том числе и совершенствовать учебный процесс. Так вот, издания, которые он подготовил в 1904 году, выдержали несколько переизданий в Варшаве, а уже в 1914 году вышли два тома этого учебного пословия официально, полноценно, в одной из петербургских типографий. Продолжает он заниматься активно и научной работой. В 1902 года в печати появляются его статьи. В 1906 году он сдает весьма сложные магистерские экзамены и защищает магистерскую диссертацию, причем и тематика его исследований, и научный руководитель Иван Пташицкий, ученик Чебышева и Сахоцкого. Все это продолжает находиться в русле исследований Петербургской математической школы. Впрочем, последующие годы оказались с научной точки зрения для Дмитрия Андреевича весьма сложными, потому что в 1909 году он представил упомянутую на слайде монографию, которую планировал защищать как докторскую диссертацию. По правилам того времени работа должна была публично обсуждаться, и были получены весьма резкие замечания по содержанию этой работы от профессора Харьковского университета Цезаря Русиана. Началась достаточно активная научная переписка, в которой Мордухай Болтовской с определенной долей иронии мужественно отбивал все предъявленные обвинения. Но переписка затянулась, началась Первая мировая война, эта история с его защитой ушла в прошлое, и степень доктора физико-математических наук Мордухай Болтовской получит уже в советское время, в 1935 году, как тогда формулировали, без защиты диссертации по совокупности научных трудов. Но пока я говорила, я думаю, вы успели увидеть фрагмент статьи Вячеслава Евгеньевича Пыркова, в которой он размышляет о том, как могли бы сложиться дела в одном из направлений математики, если бы результаты Мордухай Болтовского в свое время оказались известными и утвержденными. И в связи с этим есть еще один любопытный момент в его биографии. Судя по переписке с сыном, он был чрезвычайно расстроен, мягко говоря, расстроен тем, что и Посы, и Марков не оказали ему поддержки в этой ситуации. Он писал, что Посы в отвратительном деле провала моей диссертации не только не замолвил за меня слово, но еще и выразил глубокое возмущение за мои нападки на рецензентов, которые я жестоко осмеял, доводя вычисления до конца там, где они утверждали, что метод бессилен. При этом Мордухай Болтовской не знал, что Посы не только осуждал его поведение, будем говорить так, но и вместе с Марковым, в переписке с Марковым, весьма резко отзывался о самих результатах. Наверное, хорошо, что он этого не знал, но ситуация дальше сложилась, опять же, весьма любопытно. Когда в 1928 году Посы уйдет из жизни, Мордухай Болтовской будет единственным, кто напишет о нем очень теплый некролог, кто сделает все для сохранения памяти о нем. То есть человек достаточно жестко обиженный, сумел эту обиду перешагнуть, сумел отдать должное своему учителю даже весьма сложной ситуации. А между тем, события продолжают развиваться. В начале 20 века, после революционных событий 1905 года, университеты России закрываются. В 1906-1907 годах, в учебном году, начинается открытие университетов, но Варшавский университет и Варшавский политехнический институт продолжают существовать без проведения занятий. Уезжают преподаватели, уезжает профессура и принимается решение об использовании части средств, предназначенных для работы Варшавского политехнического института, направить на создание первого высшего учебного заведения на Донской земле, Донского политехнического института. Вот тогда здесь и оказывается впервые делегация варшавских математиков, во главе с Николаем Николаевичем Зининым, который возглавляет институт. Сюда приезжает Вороной, сюда приезжает и Дмитрий Дмитриевич Мордухай-Болтовской. На протяжении двух лет он будет работать в Новочеркасске, будет вести лекции, практические занятия по математическому анализу и аналитической геометрии. В 1909 году он возвращается в Варшаву. Наверное, 1909-1910 годы были самыми благополучными и удачными в жизни Дмитрия Дмитриевича, потому что он наконец-то получает должность сначала экстраординарного, а потом ординарного профессора именно в Варшавском университете. Он счастливо женат. У него в 1910 году рождается первенец Филарет, который станет впоследствии виднейшим советским биологом и зоологом. Он до 1952 года будет работать в Ростовском университете, потом окажется в городе Борок в Ярославской области, где работал Институт биологии внутренних вод Академии наук. Ссылка на слайде приведет в сборник, посвященный Филарету Дмитриевичу. Там есть и его научные работы, и работа его коллег, и очень теплые и интересные воспоминания о самом биологе. Ну и вы видите, что в эти же годы Мардухай Болтовской наряду с активной учебной работой, занимается общественной работой, участвует в организации деятельности многих научных профессиональных объединений, принимает участие в работе съездов и конференций, является одним из лидеров работ в работе Общества естествоиспытателей Варшавы, которое, среди прочего, много в ней времени уделяло общедоступным лекциям. Понятно, что после восстановления деятельности университета коллектив существенно изменился. Старшие кадры либо ушли из жизни, либо, повторяю, уехали из города, а ведущую роль на физико-математическом факультете стали играть Дмитрий Никанорович Горячев, Всеволод Иванович Романовский и Владимир Петрович Вельмин. Все эти три математика впоследствии также окажутся в Ростове. Ну, о Вельмине и Горячеве мы еще говорить будем, а Романовский, к сожалению, из Ростова уедет очень быстро, в 1918 году, окажется в Ташкенте и там уже будет создателем Ташкентского университета, будет формировать там свою научную школу. Это уже достаточно любопытный, но тема, выходящая за рамки нашего разговора. Ну, все оборвалось с началом Первой мировой войны. Варшавский университет в 1915 году, летом 1915 года, весьма экстренно эвакуируется в Москву, причем именно экстренно. В Варшаве остается библиотека, в Варшаве остается большая часть существующего оборудования, многие личные вещи преподавателей. Университет оказывается в Москве и в некоем межвремени, потому что поступают различные предложения, но многие города изъявляют желание принять у себя лишь один конкретный факультет. Как правило, речь идет о медицинском факультете, а это не устраивает университетский коллектив. И вот очень удачно складывается ситуация, поскольку в эти же годы власти Ростова-на-Дону ведут весьма активную переписку с Петербургом, с Министерством Просвещения в надежде организации в Ростове первого высшего учебного заведения. Я уже упоминала, что первое высшее учебное заведение появилось в Новочеркасске. Ростов, крупнейший промышленный, торговый, экономический центр, оставался без рассадника высшего образования, как об этом писали в газетах. Споров было много, велись разговоры о создании светского или казачьего университета. И вот, повторяю, звезды сложились так, что было принято решение пригласить в полном составе коллектив Варшавского университета и тем самым решить сложившуюся сложную ситуацию. После переезда в Ростов предстоял достаточно сложный период реорганизации, который затянулся из-за всех политических событий, последовавших за революциями 1917 года. Вы видите некоторые ключевые события, которые проходили в первой половине XX века. Обратите внимание, что вплоть до 1917 года университет оставался, сохранял наименование Варшавского императорского, подчинялся Варшавскому учебному округу, руководство которого базировалось в Москве и в Петербурге. В 1917 году решением уже временного правительства он был закрыт, и на его базе был учрежден Донской университет. Дальше, вы видите, происходили различные реорганизации и преобразования, менялись имена. Вот в период, когда у власти в городе были белые, университет носил имя расстрелянного атамана Багаевского, Митрофана Петровича Багаевского. Впоследствии в истории университета был период, это 40-е годы, когда университет носил имя Молотова. В 80-е годы выпускники получали диплом университета имени Суслова. Так что реорганизации, реформ хватало и на протяжении всей истории существования нашего университета. Из тех событий, которые на слайде перечислены, наверное, обращать внимание стоит на 1930 год, потому что это был период, когда все университеты в Союзе закрывались. Тогда было сделано предположение, что образование должно быть сугубо профильным, и все университеты были закрыты и разделены на отдельные институты. Именно тогда возник медицинский институт, тогда возник финансовый институт, ныне Ринг, тогда возник педагогический институт, который недавно снова объединился с Ростовским университетом. На следующем слайде, на следующей фотографии группа профессоров физмата, только переехавших в университет. Фотография датируется примерно 17-м, самым началом 18-го года, потому что здесь среди присутствующих физик Колли, который в начале 18-го года погиб. А фактически все, кто, все, кого вы видите на этой фотографии, виднейшие ученые в своих научных направлениях. Здесь и известнейший вирусолог Дмитрий Иосифович Ивановский, ботаник, который создавал ботанический университет в Ростове, Викентий Фердинандович Хмелевский. Здесь Павел Ильич Митрофанов, который являлся эмбриологом, гистологом с мировым именем и который в какой-то момент возглавлял, в 19-20-м годах, точнее, возглавлял, был ректором Ростовского университета. И, наверное, как раз эту фотографию стоит сопроводить словами Дмитрия Дмитриевича о том, что тенденция к выдвижению университета преимущественно как организатора научно-исследовательской работы выступает с самого начала его возрождения. Более всего связи с прошлым имеет физмат, в особенности его математическое отделение, так как там все преподаватели или бывшие студенты нашего университета или аспиранты. Более молодое поколение несет на себе не только педагогическую работу, но и интенсивную работу исследовательских институтов. Сказано это было в 30-е годы, но суть происходящего отражала в полной мере. Учебные занятия, повторяю, удалось восстановить достаточно быстро. Осенью 2015 года учебный процесс уже шел в полном объеме. А на слайде фрагмент расписания 1917 года. Здесь видна и нагрузка студентов, и курсы, которые преподаются. Сам Мордухай Болтовской читал наиболее любимые свои курсы в этом году. Определенный интеграл, интегральное исчисление и эллиптические функции. Заслуживает внимания и тот факт, что на протяжении, особенно первых лет работы в Ростове, Мордухай Болтовской, как и многие его коллеги, вели весьма активную общественную, педагогическую и организационную деятельность. С одной стороны, необходимость работы в различных учебных заведениях, комиссиях диктовалась необходимостью финансового выживания. А с другой стороны, это просто было присуще Дмитрию Дмитриевичу. Вы помните его активную работу в Варшавские годы. Он сам писал в автобиографии о том, что считает необходимым заниматься популяризацией научно-просветительской деятельностью. Благодаря его деятельности возрождается работа Общества естествоиспытателей, причем уже в 1917 году именно благодаря его усилиям создается именно математическое отделение, отделение чистой и прикладной математики, которое он и возглавляет. На заседаниях Общества естествоиспытателей выступают не только математики, физики и астрономы, работавшие в Ростове, но и приезжают многие ученые из других городов. Сам Мордухай Болтовской был убежден, что в провинции преподаватель средней школы все чаще и чаще является не только школьным учителем, но и рассадником в интеллигентном обществе научных идей, за развитием которых он не перестает следить. Именно поэтому в самые тяжелые годы независимо от власти, которая находилась в этот момент в Ростове, и при белых, и при красных, он ведет заседание физико-математического кружка, причем не только в Ростове, но и с выездом в Новочеркасск. Приемником кружка становится физико-математический и методический коллоквиум, который начинает свою работу в 1924 году, и также в его работе принимают участие представители различных городов Советского Союза. Ну и естественно, что к своей вот такой внеучебной просветительской работе Дмитрий Дмитриевич привлекает активно своих учеников. На слайде, который сейчас перед вами, портреты выпускников 1925 года, активных участников его коллоквиума, эти имена нам сегодня тоже еще встретятся чуть позже. Еще одно любопытное детище не только Мордухай Болтовского, но и Дмитрия Никаноровича Горячего, это авиакружок, существовавший в Ростове, причем существовавший очень успешно. И здесь, конечно, чрезвычайно важную роль играли именно действия Дмитрия Горячего, механика, который был учеником Николая Егоровича Жуковского, который чрезвычайно много времени уделял работе и преподаванию соответствующих дисциплин и выступлениям на кружках, коллоквиумах. В заседании Общества естествоиспытателей он делал доклад «Этапы завоевания человеком космоса», преподавал в Новочеркасском политехническом институте, к тому времени переименованном из Донского, а в те годы там был авиационный факультет. Сохранились очень теплые воспоминания студентов, которые отмечали его профессионализм, редкую доброту и порядочность. Дмитрий Никанорович любил свою область знаний и отдавал ей все свои привязанности. Видно, все ученики Жуковского заразились от своего учителя безоглядным увлечением авиацией. Даже те, кто непосредственно ею не занимались, горели священным огнем. И это при том, что учебная нагрузка горячего была чрезвычайно высокой, и не только в университете. Он работал и в политехникуме водных путей сообщения, и в индустриальном техникуме. Начинал работать в формирующемся институте инженеров железнодорожного транспорта. Очень интересные события происходили в 1926 году, когда делегация Ростовского университета отправилась в Казань. В Казани отмечали столетие создания неевклидовой геометрии, геометрии Лобачевского. По этому поводу сохранились очень любопытные воспоминания Юлии Серапионовны Хаплановой, ученицы Мордухай-Болтовского, всю жизнь потом проработавшей в Ростовском университете. А кроме того, в этих воспоминаниях были очень любопытные сравнения Мордухай-Болтовского с известнейшим к тому времени вице-президентом Академии наук Владимиром Стекловым. И самое интересное, что именно после поездки в Казань начинает формироваться Ростовская геометрическая школа. Во многом благодаря работам Николая Михайловича Нестеровича, который довольно быстро становится одним из ведущих специалистов мира в области неевклидовой геометрии. Нестерович был учеником Мордухай-Болтовского еще в Варшаве. В 1915 году в момент переезда университета он работал в Новоград-Волынском, потом приехал к своему учителю в Ростов, стал, повторяю, виднейшим специалистом в области неевклидовой геометрии, уделял вслед за интересом своего учителя много внимания историко-математическим исследованиям, использовал материалы по истории математики в своей главной монографии «Геометрические построения в плоскости Лобачевского». Кроме того, имя Нестеровича хорошо знали преподаватели средних школ Ростова, потому что наряду с тем, что он читал основные курсы в университете, Нестерович уделял чрезвычайно много времени работе со школьными учителями, был специалистом в области преподавания элементарной математики и здесь, повторяю, тоже, получается, унаследовал традиции своего учителя. Он будет потом соавтором нескольких очень интересных статей о самом Мордухай-Болтовском. Вот фрагмент презентации как раз одного из доклада Вячеслава Евгеньевича Пыркова. Я использовала пару слайдов из его материалов, который показывает направление в геометрии, которыми занимались Мордухай-Болтовской и его ученики. Фотография, как вы видите, сделана, конечно, существенно позже, но здесь внимание заслуживает в очередной раз возрожденный Мордухай-Болтовским геометрический кабинет. Первый кабинет, легендарный геометрический кабинет, был создан еще в Варшаве, оставлен там, воссоздан в Ростове, погиб во время событий Великой Отечественной войны и в послевоенные годы его уже пытались возродить в педагогическом институте. Вот фотография сделана примерно в этот момент. Если говорить о представителях Ростовской геометрической школы, то необходимо упомянуть имя Николая Владимировича Ефимова. Это один из тех студентов, которые пострадали в какой-то степени в 1930 году во время вот закрытия и довольно быстрого открытия заново университета, не дожидаясь того, что будет принято решение о возобновлении университетского образования, Ефимов и многие его товарищи уехали в Москву и вся его дальнейшая жизнь была связана с Московским университетом. Он работал на физическом факультете, он работал на механико-математическом факультете, возглавлял там кафедру математического анализа, был деканом механико-математического факультета в 1962-1969 годах. Не буду перечислять и в дальнейшем постараюсь от этого воздерживаться узкие направления в геометрии, в исследованиях в которых он вел. Упомянули, что он был автором великолепного классического труда учебника по высшей геометрии, учебника, который был переведен на многие языки, был лауреатом ленинской премии, премии Лобачевского, был избран членом-корреспондентом Академии наук Советского Союза и на протяжении всей своей жизни поддерживал очень тесные связи с ростовскими геометрами, определял в немалой степени выбор новых направлений, в частности в 50-е годы. Вот здесь представители геометрической школы многих поколений, Михаил Павлович Черняев, отмечающий в этом году юбилей, возглавил кафедру геометрии, или точнее кабинет геометрии, как раз после возобновления университетской деятельности в 1931 году, он тоже был учеником Мордуха и Болтовского, но уже в аспирантские годы, он защищал диссертацию под руководством Мордуха и Болтовского. В 1932 году в Ростов приехал выпускник Краснодарского университета Константин Константинович Мокрещев, который на долгие годы стал олицетворением геометрии, возглавлял кафедру геометрии вплоть до последних дней своей жизни. Он читал лекции по многим предметам геометрического цикла, именно он был своего рода связующим звеном между Ефимовым и геометрами Ростовского университета, был одним из самых талантливых и любимых студентами и коллегами преподавателей физмата. Из его учеников сейчас продолжает работать на факультете Виталий Всеволодович Казак. К сожалению, вы видите, что многих из тех, кто успешно работал в разные годы, сейчас уже нет среди нас. Например, очень рано ушел из жизни Павел Евгеньевич Марков, который был учеником Валентина Трофимовича Фоменко. Обратите внимание на Григория на портрет Григория Соломоновича Бархина. Представитель Казанской математической школы, который приехал в Ростов вместе с Гаховым в 1953 году. Об этом я еще буду говорить. Он очень быстро завоевал признание ростовских геометров. А кроме того, Бархин один из виднейших филофонистов Советского Союза. У него была уникальная коллекция грамм-пластинок. Он проводил прослушивания музыкальные у себя дома и в Ростове, и в Москве, куда он позже перебрался. Собрание у Бархина это одна из легенд советских филофонистов, можно говорить и так. А еще раз подчеркну, что Мардухай Болтовской работал не в одиночестве. Из тех, кто способствовал укреплению Ростовского университета, организации его деятельности на Донской земле, был Владимир Петрович Вельмин, алгебраист, выпускник Киевского университета, который начинал, как вы помните, работать в Варшаве, профессором стал уже в Ростове в 1917 году, занимался теорией чисел, его монография «Введение в теорию алгебраических чисел» стала первым учебным руководством в этом направлении на русском языке. В Ростове он прочитал более 15 различных общих и специальных курсов, причем все, кто их слушал, оставляют воспоминания о чрезвычайной академичности и отточенности этих учебных дисциплин. В 1922-1924 годах он исполнял обязанности ректора Ростовского университета, долгие годы руководил кабинетом алгебры. Из его учеников в Ростове всю свою жизнь проработал Петр Степанович Попков, которому пришлось в предвоенные годы возглавлять существовавший тогда научно-исследовательский физический, физико-математический институт. После войны он был проректором по учебной работе. А вот Дмитрий Алексеевич Супруненко, один из самых талантливых математиков предвоенных лет, успевший защитить кандидатскую диссертацию за несколько дней до начала Великой Отечественной войны, ушел на фронт, а уже оттуда был направлен решением Всесоюзного комитета по делам высшей школы в Минск. И дальнейшая его деятельность связана с созданием Минской математической школы. Он работал в Белорусском университете, работал заведующим кафедрой высшей алгебры, в какой-то момент исполнял обязанности заведующего еще с 1947 года. О его деятельности в Белоруссии можно тоже говорить долго, но опять же оставим это за рамками сегодняшней лекции. Ну и из учеников Вельмина можно еще отметить Григория Петровича Самко. Это имя прозвучит и фамилия прозвучат сегодня. Проблема только в том, что мне не удалось пока найти фотографию Григория Петровича, доцента, который работал и в университете, и в пединституте. На фото он младше из мальчиков. И, конечно, среди учеников Вельмина особую роль именно как создатель школы и преподаватель университета играл знаменитый Ефим Львович Литвер. Человек, которого внимал, вокруг имени которого в немалой степени ходят самые разнообразные легенды. Герой одной из самых знаменитых поэмов из Мати, написанной физиком Борисом Режабеком. Человек, который прошел фронт, читал алгебру, теорию вероятностей, теорию чисел. О нем сохранились очень теплые воспоминания у Игоря Борисовича Симоненко, который отмечал живость, красоту и эмоциональность его лекций. Многие помнят весьма ехидный и очень остроумный стиль работы и изложения материала, которого придерживался Ефим Львович. Многие помнят его работу в газете «За науку». Он долгие годы был секретарем физико-математического общества. В 1934 году ректором университета становится Николай Андреевич Дернов. Перед этим он руководил Вятским педагогическим институтом, руководил педагогическим факультетом Воронежского университета. Сам он был выпускником Петербургского университета математиком, но в своей научной деятельности больше всего внимания уделял педагогическим и историко-математическим вопросам. Именно при Дернове начинает функционировать упомянутый ранее физико-математический научный институт, создается биологический научный институт, начинают строиться общежития для студентов. Именно при Дернове университет получает свое распоряжение здания, в котором нынче располагается главный корпус на Садовой 105. Но это 30-е годы. В 1937 году Дернов был арестован и расстрелян. Очень интересно сложилась судьба его семьи. Трое детей, жена, все они оказались после ареста разбросанными по разным детдомам и лагерям, но все выжили, они нашли друг друга в 50-е годы и вплоть до конца, до 90-х годов, по крайней мере, одна из дочерей работала в Новочеркасске, сын работал в Новосибирске, то есть люди, вполне состоявшиеся в последующие годы. С ними переписка велась, но вот потом они уже ушли из жизни. Вы видите, что я не случайно упомянула интерес Дернова к историко-математическим исследованием, потому что он выступал за активное использование истории математики в учебном процессе, и эти традиции, эта тенденция, которая шла, в общем-то, опять же, от Мордуха и Болтовского, была активно поддержана новым ректором университета, Семеном Ефимовичем Белозеровым, который возглавил университет в 1938 году, и которому как раз предстояло провести университет через военные годы, через первые послевоенные годы, фактически заново восстанавливать его деятельность. Он был выпускником Саратовского университета, кандидатскую диссертацию защищал уже после переезда в Ростов, причем здесь тоже любопытно, диссертация была посвящена истории теории функций комплексного переменного, и защищал он ее под руководством Марка Яковлевича Выгодского в Москве, одного из первых советских историков математики, а Марк Выгодский, ну если так можно сказать, наш человек, поскольку он был учеником Мордухай Болтовского, в 1918 году уехал из Ростова, оказался в Москве, и вот там уже специализировался в области истории математики. Имя Выгодского тоже сегодня еще прозвучит, а я обращу внимание, что Семен Ефимович становится полностью, посвящает полностью свои научные интересы истории математики, на основе своей диссертации готовит книгу, посвященную истории теории аналитических функций, его работа, посвященная пяти знаменитым задачам древности, становится библиографической редкостью, она таковой перестала быть только после появления возможностей оцифровки, а до этого было действительно, издание было действительно уникальным, и кроме того, он становится соорганизатором направления, связанного с изучением истории Ростовского университета, готовит первую монографию, посвященную истории Ростовского университета, причем и Варшавского периода, и прежде всего событий, связанных с деятельностью университета в Ростове, ну и вот здесь одно небольшое отступление, о котором я хотела сказать в момент разговора о 1915 годе, но как-то упустила из виду. Если кто-то смотрел литературу, посвященную истории университета, то наверняка могли обратить внимание на сборники 1959 года, выпускавшиеся как раз при непосредственном участии Семена Ефимовича, в которые были посвящены 90-летию Ростовского университета, 1959 год. То есть явно отсчет велся от момента организации Варшавского императорского университета. Однако после этих событий поляки выступили с официальным дезавуированием этой даты, поскольку в 1915 году после отъезда университета из Варшавы там был открыт польскоязычный Варшавский университет, который они и считают преемником классического университета. Именно поэтому сейчас, скажем, в официальных формулировках отмечают не создание университета, а идет официальная такая формулировка, юбилеи до даты отмечаются с момента переезда университета в Ростов. То есть 2015 год фигурирует, но с момента переезда университета в Ростов. Так вот, если возвращаться к работам Семена Ефимовича, он начинает формировать научную школу, которая занимается исследованием именно в тех областях, которые его интересовали, в теории аналитических, в истории аналитических функций и в истории Ростовского университета. Фотография, которая в правой части слайда, это две аспирантки Семена Ефимовича. Людмила Васильевна Стадник работала впоследствии в Горном университете в Петербурге и много внимания уделяла истории этого учебного заведения. А Маргарита Баткина-Наналбанден продолжала работу в Ростове и многие из материалов, которые я сейчас представляю, это те материалы, которые были собраны ей в процессе подготовки и кандидатской диссертации, посвященной изначальной истории эллиптических функций и Мордуха и Болтовскому и всему, что связано с деятельностью прежде всего ростовских математиков. Еще одно предвоенное событие, о котором стоит упомянуть, это 1937 год. На несколько лет в Ростов приезжает по распределению работать ученик Калмогорова, аспирант Калмогорова Иван Яковлевич Верченко. Он работал в научно-исследовательской институте физики и математики, он вел преподавательскую деятельность, был доцентом физмата, во время войны накажется в эвакуации, но не доедет до Средней Азии, где будет работать университет, он останется в Баку, потом вернется в Москву и прославится как один из ведущих советских криптографов, станет одним из организаторов криптографической службы в Советском Союзе, будет читать курс математического анализа, в частности, в высшей школе КГБ. Итак, 30-е годы были, наверное, временем расцвета Ростовской математической школы, часто встречаются оценки, связанные с тем, что ростовский физмат занимал третье, четвертое, пятое место в иерархии соответствующих факультетов и отделений в Советском Союзе. Создаются новые кафедры, функционируют научные институты, организуются и проводятся первые научные конференции студентов. Но начинается Великая Отечественная война. Первый военный учебный год университет работает, прекращая свои занятия только на период первой оккупации. Об этом времени опять же есть очень интересные фрагменты в воспоминаниях Юлии Серапионовны Хаплановой, там речь идет и о трагическом расстреле на верхней нольной, вы видите памятный знак на этом месте, и о гибели Вити Черевичкина, и о многих трагических событиях первой оккупации, но после изгнания фашистов учебный процесс восстанавливается, но начинаются очень жесткие, очень интенсивные бомбардировки. Гибнет библиотека, которая в то время находилась в здании нынешнего ГУМа. В тяжелом последствии имеет бомбардировка в июле, когда было разрушено здание, которое сегодня называют зданием Мехмата на Горького 88, тогда погибли сотрудники экспериментальных мастерских, и принимается решение об эвакуации университета. Эвакуация проходит довольно сложно, опять же, есть фрагменты, связанные с этим периодом в воспоминаниях Юлии Серапионовны Хаплановой. После долгих мытарств через Кавказ, через Баку, через Каспийское море, в Среднюю Азию преподаватели оказываются разбросанными по всему югу страны. Наконец, университет в ноябре 42-го года оседает в городе Ож, Белозеров начинает собирать коллектив старый, кого-то находит в окрестных городах, кого-то вызывает из тех, кто расстался по другую сторону Каспийского моря. Ну, как вы видите, студентов мало, тем не менее, функционируют три кафедры математического анализа геометрии и общей физики. Ведутся лекции, причем читают их вчерашние, как раз те люди, о которых мы говорили, выпускники 20-х, начало 30-х годов, Несторович, Хапланов, Альпер, та же самая Юлия Серапионовна. А Мордухай Болтовской в это время оказывается в Есентуках. Он был тяжело ранен во время одной из бомбежек, вместе с университетом эвакуироваться не смог. Ученики помогли ему перебраться в Есентуки, но туда тоже вскоре пришли немцы. Он оказывается в очень сложном и материальном, и физическом состоянии. Вы видите фрагмент письма, значительная часть переписки хранится как раз в архиве Маргариты Бабкина Налбандян сейчас. Письма очень показательные, наверное, так можно сказать. С одной стороны, там речь идет о тех тяжелых условиях, в которых оказался ученый уже весьма солидном возрасте, а с другой стороны, он продолжает размышлять о том, как нужно строить процесс образования. После изгнания немцев ведет активную переписку и с находящимся в эвакуации Хаплановым, и с теми своих учеников, кто оказался на фронтах, размышляет о том, как ликвидировать последствия погибших, того, что погибла библиотека, как строить учебный процесс, как организовывать деятельность аспирантуры без учебных пособий и классических изданий. Продолжает в этот же период он и свои исследования в области истории математики прежде всего завершает работу над переводом начала и вклида, а надо сказать, что это тоже было весьма серьезное направление его деятельности перед войной. Вышел его перевод в математических рукописи Ньютона. Дело в том, что Мордухай Болтовской был уверен, что многие математические дисциплины надо изучать не столько по учебникам, сколько по трудам классиков этой науки. Он требовал от своих студентов изучать языки, чтобы читать научные работы в подлиннике. Он настаивал на необходимости осваивать работы классиков науки, ну и занимался переводом их на русский язык, в частности, вот в военные годы довел до совершенства свой перевод начал Евклида. Эти работы вышли в 1948-1950 годах как раз под редакцией уже упомянутого Марка Яковлевича Выгодского и Веселовского. Ну и из тех, чьи портреты сейчас вы видите на этом слайде, особого внимания заслуживает фигура Владимира Минковского. Его Мордухай Болтовской считал своим любимейшим учеником в области истории математики. А Минковский занимался, как опять же характеризовал его Мордухай Болтовской, не столько истории математики, сколько истории учебников. В послевоенные годы, уже после защиты диссертации, он опубликует ряд интереснейших статей в журнале математика в школе. Он будет автором не раз перездающейся монографии за страницами учебника математики. Он будет автором одной из статей, посвященной своему учителю Дмитру Мордухай Болтовскому. В эти же годы, в конце 1944-го Мордухай Болтовской работает в Пятигорском педагогическом институте. Здесь тоже есть очень интересные пересечения, потому что на фотографии, правда, этого человека нет, но в эти годы лекции Мордухай Болтовского слушает Рэм Симонов, один из старейших историков математики, работающий сегодня, человек, который открыл миру имя Кирика Новгородского, всерьез анализировал материалы, связанные с развитием математики в русском средневековье и оставил очень интересные, правда, аудио воспоминания, они нигде не зафиксированы, к сожалению, о своем времени сотрудничества с Мордухай Болтовским. В эти же годы идет переписка, определяющая дальнейшую жизнь, дальнейшие действия Дмитрия Дмитриевича. Его зовут в Ростов, его зовут в Херсон, где живет его сын, один из сыновей, его зовут в Иваново, где предоставляются весьма приличные условия квартирные и где тоже есть его родственники. И первый выбор, который он делает, именно в пользу Иванова. Есть очень редкая и, к сожалению, не очень качественная фотография его лекций в Ивановском пединституте. В эти же годы продолжается вестись переписка, в частности, с Хаплановым, который в итоге уговаривает Мордухая Болтовского вернуться в Ростов. Это происходит в сентябре 1947 года. Но ростовский период оказывается очень кратким, потому что в 1949-1950 году принимается решение об изгнании из университета всех, кто хоть какой-то момент времени провел на оккупированной территории. Тогда из университета уехали Вельмин, Горячев, Гремячинский, который ушел сначала в шахты, а потом работал в Ростовском военном институте, вынужден уйти из университета и Мордухай-Болтовской. Он оказывается в Пятигорске снова, а умирает, тем не менее, именно в Ростове в 1952 году, когда приезжает к сыну на каникулы. Обращу внимание еще на один любопытный момент. Слегка замаскировав фамилию, образ Мордухай-Болтовского очень активно использовал в своих произведениях и в прозаических, и в поэтических Александр Солженицын, который учился на физмате перед войной. Соответственно, был учеником, по крайней мере, слушал лекции Мордухая-Болтовского, но образу, который создает в своих произведениях Александр Исаевич доверять не стоит, потому что, к сожалению, внимание обращалось именно на юмористические, на такие очень своеобразные особенности личности уже пожилого математика, в то время, как многие черты его характера, гражданственность, стойкость, умение сохранять преданность своей науке и преданность своим идеалам, в общем-то, как-то оказались вне этого образа. В тот краткий период, когда в послевоенные годы Мордухай-Болтовской читает лекции в университете, а он работал и в пединституте, и в университете, причем сравнения, кстати, это отдельный разговор, были как раз в этот момент в пользу педагогического института по уровню работы, по уровню преподавания именно в первые послевоенные годы. Так вот, слушателем лекций Мордухай-Болтовского в университете становится Нина Николаевна Рожанская, только что вернувшаяся с фронта, она как раз попала на фотографию, и Юрий Федорович Коробейник, с именем которого как раз удобно сейчас связывается школа теории функций, функционального анализа, комплексного анализа. Не только с ним, конечно, потому что и корни этой школы находятся в 20-х годах, и прежде всего здесь должно прозвучать уже более четко имя Михаила Григорьевича Хапланова, выпускника 1925 года. Наверное, он был самым ярким представителем именно направления, связанного с математическим анализом и комплексным анализом из учеников, если мы говорим об учениках Мордухай-Болтовского. Человек, который олицетворял собой физмат, проработал на физмате он более 50 лет, возглавлял астрономическую обсерваторию, был заместителем директора института в предвоенные годы, много лет был деканом физико-математического факультета, возглавлял факультет как раз в тяжелые годы эвакуации, организовывал эту эвакуацию, заведовал кафедрами математического анализа и теории функций функционального анализа. Его научные направления, связанные с аналитическими функциями, с линейными непрерывными операторами, были весьма актуальны и результаты весьма активно использовались не только советскими, но и европейскими математиками. Был блестящим педагогом среди учебников по теории функций комплексного переменного его курс считается одним из лучших. На слайде как раз выступление Хапланова в 1976 году на заседании, юбилейном заседании, посвященном 100-летию Мордухай-Болтовского. К этой же школе принадлежали и Анисим Бермант, имя которого уже прозвучало, человек, который стал автором многих учебников по математическому анализу, многие годы проработавший в Москве. В Ростове традиции этого направления поддерживал Анатолий Петрович Гремячинский, который закончил университет в 1924 году. Наряду с преподаванием в университете работал и в Нарабфаке, вел занятия во многих российских ростовских школах. Был одним из тех, кто способствовал интересу к математическому анализу у многих поколений студентов. В какой-то период работал в Шахтинском эпидинституте, в военном институте, как раз в связи с тем, что в какой-то момент оказывался на оккупированной территории, в 1957 году снова вернулся в Ростов. Ну и, конечно, Семен Яковлевич Альпер. Перечислять его научные результаты я сейчас не буду, а вот обратить внимание на то, что он был какой-то период возглавлял кафедру математического анализа и стал одним из учителей Юрия Федоровича Коробейника. Об этом, наверное, упомянуть нужно. Ну и, конечно, современное состояние математического и комплексного и функционального анализа в Ростове прежде всего связывают с именем Юрия Федоровича Коробейника, который вот совсем недавно весной ушел из жизни. Поэтому я, опять же, позволю себе несколько подробнее, может быть, чуть подробнее, чем о ком-то другом поговорить о нем сейчас. Тем более, что вся его жизнь прошла именно на физмате, мехмате университета. Он появился здесь с 17-летним мальчишкой, прошедшим и эвакуацию, и годы оккупации. Уже на первом курсе поддался очарованию анализа как раз после лекции Гремячинского. На слайде фрагмент его поэмы, в которой упоминаются многие из тех имен, которые сегодня прозвучали. Коробейник напишет свою первую научную работу как раз под руководством Семена Яковлевича Альпера, очень активно проведет студенческие годы, выступив на четырех студенческих научных конференциях, станет сталинским стипендиатом, а когда в 1952 году поступит в аспирантуру, то как раз к Хапланову, то сам определит тематику своих исследований, которая и будет связана с системами линейных дифференциальных уравнений, ну и в общем-то будет одним из его приоритетных научных направлений на многие годы. Он занимался задачами функционального анализа, теории функций. Есть ряд теорий, в которых он фактически стал автором. Это теории, связанные с так называемой теорией представляющих и абсолютно представляющих систем. Занимался задачами в пространствах бесконечно дифференцируемых функций. И я опять обращаю внимание, что это могут быть совершенно абстрактные задачи, но кто знает, в каком веке и как эти результаты окажутся использованными. Вспомните опять же историю с результатами Воронова. На протяжении более 45 лет он преподавал на Мехматин, разработал и прочитал разнообразные курсы, которые соответствовали тематике его научных исследований. И когда в 1960 году получил право руководства аспирантами, щедро делился своими идеями и сформировал весьма разнообразную многочисленную научную школу. Его первый дипломник Казбек Сагидович Мамей прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой математического анализа в Адыгейском государственном университете. Сейчас выпуск ученики Коробейника работают во многих странах мира, в Сингапуре, во Вьетнаме, в Германии. Многие занимают ведущие позиции в московских вузах, в Московском педуниверситете, в Государственном педуниверситете Георгий Брайчев, в МИФИ Владимир Шерстюков. А кроме того, на слайде вы видите, если Мамей был первым дипломником Юрия Федоровича, то Таисия Линична Коршакова и Светлана Викторовна Фоменко первые аспиранты, первые аспирантки, будем говорить так, Коробейника. Светланы Викторовны, к сожалению, в живых уже нет, а Таисия Линична еще совсем недавно преподавала на Мехмате, сейчас на пенсии. Научная школа Коробейника продолжает активно работать. Во многом это происходит благодаря научному семинару, который был организован Коробейником и в работе которого принимали участие математики не только Советского Союза, но и некоторых зарубежных стран. К сожалению, несколько ярких представителей этой школы ушли из жизни, я имею в виду Олега Викторовича Епифанова и Владимира Владимировича Маржакова, но сейчас школа продолжает работать. Кафедру математического анализа, объединенную с геометрией, возглавляет Александр Васильевич Абанин. Есть ученики, есть исследования, школа продолжает работать. Фотография, которую вы видите сейчас, это 2002 год и заседание, посвященное юбилею Хапланова. И здесь три замечательных профессора, три ученика Михаила Григорьевича, Юрий Федорович Коробейник, Михаил Михайлович Драгелев и Вячеслав Павлович Захарюта. Вячеслав Павлович Захарюта закончит физмат в 1959 году, защитит докторскую диссертацию в 1985, будет одним из ведущих лекторов университета, будет читать лекции в самых разнообразных университетах страны, в Германии, в Италии, в Польше, во Франции. С 2000 года Захарюта работает в университетах Турции. Опять же, из его учеников многие работали и работают в Ростовском университете, в Южном федеральном университете. На пенсию ушел Петер Афанасьевич Чалов, к сожалению, в прошлом году ушел из жизни Владимир Александрович Знаменский. И, конечно, очень яркая, даже для Мехмата необычная фигура Михаила Михайловича Драгилева, человека, который, ну, как и Хапланов, его, наверное, можно называть, ну, не очень люблю громкие слова, но, тем не менее, лицом Мехмата, совестью Мехмата, чрезвычайно скрупулезно относившийся к научной деятельности, опубликовавший не так много по сравнению со своими коллегами работ, но каждая из его публикаций становилась выдающимся, содержала в себе выдающиеся результаты. О нем по факультету ходили легенды, о его результатах очень часто рассказывали своим студентам другие преподаватели, в частности, его учитель Михаил Григорьевич Хапланов. Он блестяще защитил кандидатскую диссертацию, которой результаты на самом деле были на уровне докторской, а вот с докторской диссертацией впоследствии возникли весьма серьезные проблемы. Она долгие годы ждала утверждения высшей аттестационной комиссии, и эти годы стоили инфаркта как раз Михаилу Григорьевичу Хапланову, переживавшему за судьбу работы своего ученика. Теперь мы переходим к событиям 50-х годов, которые тоже стали очень знаковыми в истории университета. Здесь несколько фрагментов, несколько событий, на которых стоит остановиться. Во-первых, это 1950-й год, когда в Ростов приезжает целая компания вчерашних фронтовиков, молодых механиков. Никита Николаевич Моисеев, Леонид Александрович Толоконников, Иосиф Израильевич Ворович. Именно этому периоду посвящены очень интересные страницы воспоминаний Моисеева, в которых с различных точек зрения чрезвычайно высокая звучит оценка факультета. Неожиданно оказалась очень приятной и деловой атмосфера на нашем физико-математическом факультете. Там собралась весьма квалифицированная компания доцентов, подобранная еще профессором Мордухай Болтовским. Может, они не были первоклассными учеными, но все они были знающими, интеллигентными преподавателями вполне университетского уровня. Теперь я уже имею право сказать, что все доценты факультета были профессионалами высокого класса. Именно они определяли погоду на факультете, который тогда был заметным явлением на фоне других профинциальных университетов. Судьбы этих людей сложились по-разному. Толоконников и Космодомианский довольно быстро из университета уехали. Никита Николаевич Моисеев проработал до 1956 года, успев заложить основы для довольно серьезной научной школы, сыграв очень важную роль в судьбах многих студентов, которые слушали его лекции в эти годы и впоследствии оказались в его институте в Москве и в других московских институтах выпускники 54-го, 55-го вот этих лет. Говорить о Моисееве опять же можно очень долго, достаточно вспомнить, что он был автором знаменитой ядерной зимы, лауреатом многочисленных премий, академиком. А Иосиф Израильевич Ворович остался в Ростове, в 1961 году возглавил кафедру теории упругости, в 1971 году только что созданный научно-исследовательский институт механики и прикладной математики, который сейчас носит его имя, стал автором более 300 опубликованных работ, 14 монографий, а самое главное, Иосиф Израильевич Ворович создал знаменитую школу ростовских механиков-упругистов. Многие из представителей этой школы продолжают работу в Ростове, на Мехмате, в лабораториях Мехмата, на кафедрах факультета. Александр Аванесович Ватульян возглавляет кафедру геометрии, Юрий Анатольевич Устинов, один из старейших сотрудников факультета на данный момент, а Владимир Андреевич Бабешко, уехавший в 1982 году возглавлял долгие годы Кубанский государственный университет. И еще один интересный момент, связанный с, два точнее момента, связанных с кафедрой теории упругости и Иосифом Израильевичем Воровичем. Во-первых, часть коллектива кафедры в 1998 году выделилась в кафедру математического моделирования, которую сначала возглавлял Александр Владимирович Белоконь, декан Мехмата, ректор университета, а сейчас ей руководит Андрей Викторович Носеткин. И вот на фотографии как раз все трое попали одновременно в кадр. Есть об этой кафедре очень интересная презентация, поэтому я опять позволю себе не тратить много слов на разговор об этом направлении, а вот не сказать несколько слов о педагогической деятельности Воровича просто невозможно, потому что наряду с блестящими научными результатами Иосиф Израилович был великолепным лектором. Он оставил интереснейшие материалы о том, как можно читать, как можно и нужно читать лекции по матьханике и точным наукам, давал очень интересные характеристики тем ученым, о работах которых говорил, причем характеризовал их именно как лекторов. В общем-то это все были люди совершенно разные во многих планах, но имелось нечто общее, что их роднило и делало весьма похожими. Это прежде всего глубочайшее знание предмета, преданность науке, истине, абсолютная научная честность и непреклонность, напряженная научная и трудовая деятельность, проявляющаяся в каждом их штрихе, в каждом движении. Собственно говоря, это можно говорить и о самом Воровиче, и о его учениках, продолжающих традиции такого уровня, проведения занятий. Ну и совсем недавно еще на университетском сайте лежала лекция о чтении лекций по точным наукам, но сейчас сервер, на котором она хранилась, перестал существовать, поэтому, как и пока, пришлось убрать с этого слайда ссылку, которая оказалась недоступной. Но я думаю, что сборник найти можно и с этим материалом при желании ознакомиться можно. Понятно, что Ростовская школа механики существовала и до Воровича, здесь вновь мы вспоминаем Дмитрия Горячева, вспоминаем тех, кто был его учениками, а именно Александра Петровича Коробова и Алексея Константиновича Никитина, который возглавлял кафедру, после того, как кафедра механики разделилась на кафедру теории упругости и кафедру гидроэромеханики, именно ее возглавлял Никитин, а сейчас это единственная на юге России кафедра, которая занимается вопросами гидроэромеханики, причем, с одной стороны, сохраняет традиции классической науки, а с другой стороны, активно используя современные цифровые методы. Вы видите тех, кто в разные годы заведовал этой кафедрой, фактически все они, во-первых, все они выпускники нашего университета, единственный из упомянутых на слайде уехавший из Ростова Виктор Михайлович Александров, ученик Воровича, один из ведущих преподавателей, ученых, работавших в Москве в МГТУ имени Баумана, в Московском государственном университете на кафедре теории пластичности и в тоже сохраняющей традиции Ростовской школы теории упругости. Сейчас деятельность кафедры связана с именами двух математиков, двух механиков, если говорить официально, Межлума Альбертовича Сумбатяна, член различных академий, лауреат многочисленных премий. Опять же, можно очень долго перечислять его титулы и научные направления, но это немножечко тяжеловесно прозвучит сейчас. А в данный момент кафедру возглавляет выпускник кафедры теории упругости Вячеслав Георгиевич Цибулин. Если мы говорим о школе Моисеева, то здесь необходимо упомянуть имя Сергея Вениаминовича Жака, который закончил физмат в 1953 году. Правда, первые годы он работал вне университета, в университет он вернулся в 1963 году, а с 1976 года возглавлял кафедру высшей математики и исследования операций, собственно говоря, создавая новое направление в Ростовском университете. Он занимался различными математическими моделями, разрабатывал общие теоретические принципы и в методах оптимизации, и в решении различных задач, связанных со стахастическим моделированием, с многокритериальными задачами, с теорией массового обслуживания. Опять же, не вдаваясь в математические детали, можно отметить одну очень любопытную работу Сергея Вениаминовича, небольшую монографию математика, миф, математика и филология, которая была написана в связи с его преподаванием математических курсов на филологическом факультете Ростовского университета. Опять легенда университета, легенда Мехмата. Виктор Иосифович Юдович, научные интересы которого, выбор которого в пользу Мехмата был как раз определен общением с Моисеевым и Воровичем еще до поступления в университет. С Воровичем Виктор Иосифович работал с третьего курса и впоследствии писал, что это был один из самых счастливых моментов в его жизни. Очень много, я думаю, что если спросить тех, кто слушал лекции Юдовича, тех, кто хоть раз сталкивался с ним в аудиториях или вне аудитории, то нет человека, который не попал бы под влияние этой яркой и сильной личности, к сожалению, опять же, сравнительно рано ушедшей из жизни. Вы видите тех, кто продолжает традиции Виктора Иосифовича в современном Южном Федеральном Университете. В 1953 году в Ростов перебирается команда казанских математиков во главе с профессором Федором Дмитриевичем Гаховым. Сам Гахов в Ростове начинает заведовать кафедрой математического анализа. В 1961 году возглавляет созданную им кафедру дифференциальных и интегральных уравнений, но впоследствии он переедет в Минск, там будет руководить кафедрой теории функций функционального анализа, там станет действительным членом Академии наук Белоруссии, будет исследовать самые актуальные задачи, связанные с функциональным и комплексным анализом, использовать топологические методы, заниматься теорией одномерных сингулярных уравнений, а самое главное он создаст коллектив, особенно это касается событий после 1961 года, кафедры дифференциальных и интегральных уравнений, создаст научный коллектив, который будет продолжать его исследования Среди тех, кто приехал с Гаховым был упомянутый ранее Бархин, а в Ростове у него появляются свои ученики, имена которых сейчас вы видите на слайде. Особое внимание здесь можно обратить на Николая Васильевича Говорова. Он учился у Гахова, будучи заочным аспирантом, был автором блестящих работ, связанных с краевыми задачами. Его кандидатская диссертация была защищена как докторская, но он, к сожалению, совершенно неожиданно ушел из жизни в 1981 году. Также трагическим для кафедры, для факультета был уход Николая Карапетовича Карапетянца, который успешно защитил кандидатскую докторскую диссертации, был специалистом известным на весь мир, читал лекции во многих европейских государствах. Сейчас основным представителем научного направления заложенного Самко является, конечно, Стефан Григорьевич, заложенного Гаховым, является, конечно, Стефан Григорьевич Самко, я упоминала несколько ранее работы его отца, Григория Петровича Самко. Сейчас Самко один из ведущих математиков, работающих в Португалии, причем в Португалии он работает с 1994 года, в городе Фаро, в университете, который располагается в этом городе. В данный момент он просто профессор, а был период, когда Самко возглавлял ученый, был президентом ученого совета математического факультета этого университета. С Ростовом он продолжает поддерживать самые активные научные связи. Здесь регулярно проходит конференция, связанная с работами его в его области, международная конференция «Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа». В этом году юбилейная десятая конференция была посвящена как раз юбилею Стефана Григорьевича. Среди тех, кто относится к школе Гахова и опять же знаменитый на весь город и на всю страну на самом деле Игорь Борисович Симоненко, один из самых талантливых математиков своего поколения. Его первые результаты уже в студенческие годы были опубликованы в докладах Академии наук. Он закончил аспирантуру как раз под руководством Гахова. Докторскую диссертацию защитил в 32 года. В 1972 году возглавил кафедру алгебры и дискретной математики, когда о ее возникновении будет несколько слов чуть позже. Был одним из ведущих лекторов, если мы говорим об этой части его деятельности, был одним из ведущих лекторов факультета. Создал ряд блестящих учебников и лекционных курсов, которые отличались от остальных тем, что его изложение было ориентировано на развитие навыков алгоритмизации, что было весьма важным в 70-е годы. Подготовил блестящую когорту учеников. В свое время они создали вот такое дерево учеников Игоря Борисовича, но этому дереву уже несколько лет и сейчас здесь наверняка можно было бы дорисовывать новые ветки и листочки. А на следующем слайде довольно редкая фотография трех знаменитых профессоров, о которых мы сейчас говорили. Юрий Анатольевич Устинов, Виктор Иосифович Издович и Игорь Борисович Симоненко. Вместе с Гаховым в Ростове появился Рудольф Хафизович Зарипов. Это еще одно несколько неожиданное имя в истории математики, в истории компьютерной музыки. Наверное, так можно сказать, потому что в 1960 году в научном журнале доклады Академии наук появляется статья об алгоритмическом описании процесса сочинения музыки. Ее автором как раз был Рудольф Зарипов и помимо теоретической составляющей ему удалось научить машину писать первые музыкальные программы. Были написаны несколько вальсов и маршей, которые получили название «Уральские напевы», поскольку создавались на ЭВМ «Урал», они исполнялись различными музыкальными коллективами, и сейчас некоторые записи, вот ссылка на ютюбовский клип, точнее там не клип, а просто под застывшую картинку воспроизводятся эти знаменитые «Уральские напевы». Впоследствии он работал в Институте психологии Академии педагогических наук СССР. С именем Зарипова связано создание вычислительного центра Южно-Уральского университета. Это как раз третье из значимых событий, о которых я упоминала. Это 1958 год, когда было принято решение о выделении университету одной из первых в СССР как раз серийных ЭВМ «Урал-1». За этими машинами в Москву поехали Зарипов и Лев Александрович Чикин. Была сформирована блестящая команда, в которую вошли и математики, и выпускники физфака, речь идет о Золотове и Голленде, и представители математических направлений, те, кто способствовал созданию, определению научной тематики, развитию вычислительного центра в разные годы. Среди тех, кому участвительный центр обязан своим существованием и своей славой, самое яркое, но одно из самых ярких имен, будем говорить осторожно, это, конечно, Адольф Львович Фуксман. Отдельный длинный разговор мог бы о нем состояться. Человек, который сумел совершенно кардинально изменить свою биографию, свою судьбу. Он поступил на физмат в 1954 году, учился вместе с Захарютой, очень активно занимался и научной, и общественной работой, получил блестящие научные результаты, которые также были опубликованы в его первые после студенческие годы в докладах Академии наук, в 1962 году защитил великолепно, с большим успехом кандидатскую диссертацию и перед ним открывалась весьма перспективная научная стезя. Но продолжив несколько, не некоторое время работать в этой тематике, он принимает предложения властей руководства университета и факультета и возглавляет вычислительный центр. Возглавляет со всем энтузиазмом и добросовестностью, полностью меняет тематику своих исследований, начинает заниматься вопросами системного программирования, трансляторами, языками программирования, становится одним из ведущих специалистов в стране в этом направлении. В 2017 году проходила большая конференция, посвященная годовщине юбилею Фуксмана, и на этой конференции присутствовали ученые из многих стран и из многих городов России, поскольку имя Фуксмана среди программистов действительно является легендарным. чрезвычайно много важного он сделал для развития вычислительного центра, много сделал и для развития самого факультета, поскольку именно он ввел, так сказать, в учебные программы многие прикладные дисциплины, возник широкий круг задач, связанных с программированием, возникли новые кафедры, как раз вот этот момент разделения на кафедры вы видите на слайде, и опять к сожалению его жизнь неожиданно рано оборвалась. Это была трагедия не только для университета, но и для повторяю всего компьютерного сообщества Советского Союза. Есть воспоминания профессора Терехова, заведующего кафедрой системного программирования Санкт-Петербургского университета, который писал, рассказывал о том, как академик Ершов на одном из собраний группы, работавшей по Алголу 68, ему сказал, что мы потеряли большого ученого и должны сделать все, чтобы его школа не распалась. Школа действительно сохранила свое существование, сохранил свое существование, сохранял свое существование долгие годы и вычислительный центр, менялось руководство, вы видите, что в 2015 году он вошел в единый, в единую организацию, был объединен с институтом математики, механики и компьютерных наук, а именно так теперь называется Мехмат, но и ключевое замечание, обратите внимание на слайде, за все годы у руля вычислительного центра не было ни одного приглашенного сотрудника. Ну вот, наверное, этим можно и завершать сегодняшний разговор, я понимаю, что злоупотребила, и даже более, чем злоупотребила, я рассчитывала уложить где-то в час двадцать, а болтаю уже почти час сорок, тем не менее, вот действующие сегодня кафедры института математики, механики и компьютерных наук, и завершающий слайд, замечание Дмитрия Дмитриевича Мордухай-Болтовского, замечание, которым можно в полной мере завершить сегодняшний разговор, отражающее судьбы многих математиков, многих людей, о котором мы говорили, ну и здесь внимание заслуживает, это опять же заседание 1976 года, здесь на первом ряду Николай Владимирович Ефимов, Семен Ефимович Белозеров и знаменитый Борис Яковлевич Левин, выпускник университета, создатель школы с теорией функции, автор блестящей монографии, уникальной монографии по распределению корней целых функций, работавшей в Харьковском университете, ну и многие герои нашего сегодняшнего рассказа. Наверное, все. Могли бы выдать в данном контексте озвученной темы определение понятия школы, потому что мне кажется, математика это универсальное знание, которое описывает всю окружающую реальность, и она в принципе одна и та же, как наука, то есть в Ростове, где-нибудь в Нью-Йорке, Австралии, где угодно. То есть речь в данном случае идет просто о тех людях, которые волей судеб были собраны в одном месте и учились друг у друга, преподавали в одном месте. Или какая-то вот такая особенность была совершенно уникальная с точки зрения вообще, не знаю, какой-то математики, как-то может быть не совсем корректно задавал вопрос. Нет, я поняла. Особенности существуют, потому что, например, не случайно говорят о Петербургской математической школе, о Московской математической школе. Речь, если говорить об историях, о событиях 19-го, начала 20-го века. Речь идет не только о научных направлениях. Одна из особенностей школы это те научные направления, которые разрабатываются. Специфика тематики, в которой работает этот коллектив. Ну, а ключевое это именно взаимоотношения между представителями, между участниками, теми, кто входит в эту школу. Вот совсем недавно я как раз об этом рассказывала на лекциях аспирантам. Есть величайшие математики, которые вообще не создали своей школы, у которых не было ни учеников, ни влияния их на развитие математики через тех, кто слушал лекции. Прежде всего здесь, скажем, вспоминается имя Агюстена Каши. Есть Карл Гаус, Карл Фредрих Гаус, лекции которого слушали многие математики, но непосредственно научной школы при этом не существовало. Есть Карл Вейшстрасс в Германии, Пафнути Львович Чебышов у нас. Люди, которые создали именно научную школу, ученики которых были объединены определенными этическими правилами и идеологией определенной, и взаимоподдержкой. может быть, больше рассказала как раз о Петербурге. Там есть очень интересные воспоминания о принципах работы Чебышова с учениками. Вот много это прослеживается и у нас. Спасибо большое. Большое спасибо огромное за лекцию. На самом деле я немножко в эту тему погрузился перед лекцией, но сейчас было еще много открытий. Я думаю, у многих присутствующих здесь. Вот первый вопрос такой. Вы уже упоминали о том, что представители Ростовской математической школе занимались в том числе и просветительской деятельностью. Можете как-то подытожить, может более подробно об этом рассказать для широкой аудитории какие были лекции открытые, может быть, такие же лектории подобного же рода. Это очень долгий разговор, потому что, но я понимаю, в этом просто есть вот небольшая брошюрка, которую когда-то сделали мы с Маргаритой Бабкиновной, брошюрка, посвященная деятельности общества естествоиспытателей. То есть там анализируются и темы, и традиции, которые заложены были в Варшаве, и то, как это реализовывалось в первые годы работы университета в Ростове. Это примерно до 30-го года заседания шли активные. Это работа с учителями, это открытые лекции, посвященные юбилейным датам, это обзоры различных учебников, задач, интересных задач, необычных задач, обсуждение методов преподавания. Самое разное направление. Максимально широкая Это был не междусобойчик, не узкий научный семинар, а это было одно из направлений лекции для открытого университета, лекции для широкого публичной лекции, можно по-разному это перечислять. До 30-х годов. Ну, общество естествоиспытателей эту деятельность вело до 30-х годов. Сейчас много делается, но я просто за этим сейчас не слежу. Тут уже надо спрашивать. Ну, мы про историю больше, понятно. А Дмитрий Дмитриевич сам Мордухар-Болтовской он тоже участвовал в такого рода? Он был одним из организаторов. Прежде всего это все шло от его инициативы и он организовывал. Сам активно выступал, уговаривал, подталкивал к этому выступлениям своих учеников и был душой всего этого направления. Понятно, спасибо большое. Второго просто такой вот будет история математики, история науки, что это вообще за направление такое, то есть тут с одной стороны история математики, история это гуманитарное что-то такое, математика это очень точно, как это уживается, чего здесь больше, истории или математики, вот первая часть вопроса, а вторая такая часть, вот история математики дало ли что-то именно, что продвинуло существенно саму математику вперед, именно потому, что было исследование по истории математики. Поняла. Значит, опять же, исследованием того, что сделали предшественники, занимаются многие математики. Собственно говоря, многие даже труды античных ученых мы знаем только потому, что о них пересказывали те, кто продолжал соответствующее исследование. Были исторические очерки в различные эпохи в средневековье и в 18-м, в 19-м веке. Как наука история математики сформировалась в конце 19-го века. И основная задача была изучать документы, изучать архивные документы, изучать, если мы говорим о времени уже близком к нашему, разбирать наследие научной мысли античности, связанное с папирусами, с клинописными табличками и так далее. Пытаться восстановить логику получения результатов, пытаться найти те результаты, которые были только анонсированы, а доказательства которых оставалось в черновиках. В качестве примера о продвижении научной мысли можно вспомнить самый яркий, наверное, пример – это работы с записными книжками Эйлера, которые велись в 50-е годы, начались в 50-е годы под руководством академика Смирновой продолжаются по сей день. Правда, сейчас это немножечко частично финансирование прекращено, частично эти исследования сократились, но тем не менее был ряд публикаций, которые позволили и увидеть, какими путями были получены известные результаты, и найти в этих записных книжках много, достаточно новых утверждений, которые ранее не снили. 50-е годы 20-го века начали исследования, то есть, эти работы были известны, они хранились в Академии, Петербургской Академии наук, просто изучались в свое время, частично изучались и в 19-м, и в начале 20-го века, но системное их исследование, расшифровка, перевод, сравнение, начались уже вот в 50-е годы. И это дало именно что-то новое современной математике? Был целый ряд публикаций, в которых были приведены в том числе и новые результаты, может быть, не ставшие результатами, перевернувшими науку, но уточнившими некоторые формулировки. Но математика второй половины 20-го века о них не знала. Что-то было получено впоследствии, что-то стало известно, что, скажем, у Эллера это получилось раньше и так далее. Это было достаточно любопытно. И таких примеров достаточно много на самом деле. Помощь истории математики именно для самой математики для вас очевидна? Помощь очевидна, поскольку, во-первых, это не только для меня. Использование элементов истории математики в учебных курсах практикуется давно. И в школе, скажем, можно вспомнить трехтомник Глезера, посвященный истории математики в школе. Многие из выдающихся математиков свои курсы строили с использованием истории математики, скажем, курс Гнеденко по теории вероятностей. Совсем недавно вышел интереснейший учебник по математическому анализу с историческими отступлениями, который позволяет посмотреть на результаты именно в процессе их получения и на соответствующем языке и так далее. То есть, не зная прошлого, не будет и будущего. Понятно? Логика связки между дисциплинами, для чего это делается. Ну и вот пример с Вороным как раз очень тоже в это русло ложится. Позвольте немножко личный еще вопрос. Вы кандидат физико-математических наук, правильно говорю? Да. Все верно. Но вот посвятили в том числе истории математики. Нет, тут все немножко сложнее. Во-первых, история математики так и защищается. И специалисты по истории математики получают звание именно кандидат физико-математических наук, потому что это чрезвычайно насыщенная математикой работа. Ну вот можно было бы взять ту диссертацию, о которой я упоминала, диссертацию, посвященную диссертацию Белозерова или диссертацию Маргариты Бабкеновны, посвященную эллиптическим функциям. Будем говорить так, там формул куда больше, чем текстов. То есть там анализируются результаты, там сравниваются результаты разных ученых, там серьезнейшая математика идет. Специализация формальной истории математики. Специализация история математики в рубрикации кандидат в историю физико-математической науки. Я этим занялась только потому, что возникла необходимость в обработке материалов, которые были собраны после маминого ухода из жизни. Мне пришлось этим заниматься. Так я занималась как раз задачами, связанными с абсолютно представляющими системами. Это школа Карабинника Абанина. Спасибо. Ну и еще такой вот вопрос тоже. Вот тот набор материалов, который сейчас есть, например, можно ли это как-то объединить и сформировать какую-то экспозицию и что-то вроде музея математики или ростовской школьной математики, а потом уже к этому что-то может еще добавиться. Ваше мнение по части музея математики, который посвящен ростовской математической школе может быть. Часть материалов, то, что интересно экспонировать, в принципе, наверное, часть находится в музее университета, часть находится в Краеведческом музее, насколько я знаю, некоторые детали вывесительных машин и так далее. Ну, в принципе, фотографии, документы могут... А в одном месте нет вот в одном месте собрать все это и посвятить именно ростовской математической Не знаю. Дело в том, что тут все сложно сказать, потому что это, с одной стороны, часть, составляющая часть истории университета, то есть выдергивать материалы оттуда никто не позволит, естественно, дублировать, тоже не так интересно. Бесспорно, какую-то часть, если такой музей будет создаваться, какую-то часть экспозиции можно посвятить этим вопросам. Понятно. Большое спасибо. У меня тоже смежный вопрос. Вы в своей лекции упоминали, что у ростовских математиков, педагогов были очень такие эффективные наработки, педагогические, преподавательские, которые в том числе и в их большом количестве учеников успешных выразились. А вот могли бы сослаться на какие-то, может быть, источники, где-то все можно почитать, может быть, это можно каким-то образом реконструировать снова, как сейчас, знаете, переиздаются старые учебники. Это же очень эффективное знание, которое может быть, знаете, все новое хорошо забыто с Тайером, может быть, вот эти люди как раз такие вещи открыли универсальные до настоящего дня. Ну, во-первых, что-то в этом направлении делают как раз представители педагогических кафедр. Здесь, я думаю, Вячеслава Евгеньевича Прокова нужно допросить с пристрастием, он многое по этому поводу расскажет. Какие-то работы переиздавать, ну, вот сейчас после доклада в семинаре по истории математики возникла мысль о переиздании, о превращении в монографию диссертации по теории или по истории эллиптических функций, мы об этом сейчас размышляем. А педагогические вопросы, это все-таки вот к Вячеславу Евгеньевичу, я думаю, что он очень подробно об этом всем расскажет. Я как-то чуть-чуть в стороне от этого направления. У меня будет еще, наверное, последний вопрос. Вот здесь цитата Мордухая Болтовского, которая для уха нынешнего человека, который обременен любовью к себе, все должно быть для людей, прагматичный интерес, она звучит, наверное, дико, но она понятна для людей, которым ясно, что такое наука. Но вот могли бы вы прокомментировать, ну, понятно, что он, скажем так, пострадал от людей, но вот в целом, скажем так, какой посыл несет его вот эта цитата? Ну, этот посыл, в общем-то, совмещается с тем, что я упоминала о его поведении в сороковые годы. То есть, когда человек находится в крайне тяжелом состоянии, без работы, без денег, без средств существования, раненый, с последствиями оккупации и так далее, и при этом размышляет о работе университета, о том, как возрождать учебный процесс, как вести обучение, что издавать и так далее. Вот, я думаю, это примерно в том, в это русло укладывается. То есть, ему очень плохо, но он стремится развивать знания, чтобы знания было доступны людям. В этом так нужно. У меня беда, но у меня есть дело, которому я должен служить. Попробуем так. Спасибо большое. Спасибо большое за лекцию. Спасибо. Спасибо.